Уже вплоть до маразма доходило, три ряда фур, пять километров очереди легковых автомобилей и отдельная очередь выстроена блатных донецких, как правило, или луганских номеров. И погранцы ходят, и как бы известно так, с конца очереди тысяча гривен, с середины очереди 600. Но там уже народ, вот когда я стоял, начал копирироваться уже вплоть до того, что будем переворачивать машины. Тогда дали добро, значит, семь машин бесплатных и две платные. Крымчанин Олег часто ездит с полуострова на материк и назад. Автомобиль пока со старыми украинскими номерами. Такая маленькая хитрость для пересечения границы. Пробки длиной в сутки, бесконечные поборы пограничников. Крымская прописка для гражданина Украины стала волчьим билетом. Крымчане оказались в неблаговидной ситуации, между двух огней, так скажем. Потому что не получать паспорта, не получать свидетельства о рождении, уже российские, они не могут. Так как не будут получать, соответственно, пенсии, не будут каких-то пособий, не смогут трудоустроиться. То есть они не смогут нормально жить и нормально иметь какие-то социальные и трудовые отношения на территории Республики Крым без соответствующих российских документов. Тем же, кто уже получил российский паспорт в Крыму, к родственникам на материк и вовсе не попасть. Нас высадили в Меритополе, поставили в российском паспорте, что отклонен во въезде в Украину и, посадив на ближайший поезд, отправили обратно в Крым. Сергей принципиально был и остается гражданином Украины. И каждый раз перед поездкой на материк вынужден собирать кипу бумаг именно для украинских пограничников. На материке действуют ограничения на въезд мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. В данном приглашении есть мое имя, есть место, куда я еду, то есть с какой целью, на какое мероприятие еду. Есть все реквизиты организации, которая является приглашающей стороной, а также имя и подпись руководителя. То есть при желании это можно проверить? При желании, да, действительно, пограничники могут позвонить, проверить, действительно ли я так, действительно ли я приглашен. Полулегальное положение и развитая система коррупции на границе, вместо многократно обещанной украинскими властями заботы и внимания. Абсолютно не чувствую понятия, не имею, что такая забота существует. Первый раз об этом слышу. Какая забота, если он не может наладить в собственной стране мир? Какая забота, если он не может наладить в собственной стране мир?